Сегодня у нас 17 декабря 2018 года. Утро. Мы тут начинать ночью. Снег убираем вместе. Я основным скребком подбираю, а он лопатой в основном в своей части. Сегодня утром хорошо так снегу навалило. Глаз радуется от обелизни. У меня печка топится в храме. Надо будет уже трубу чистить скоро. Подымливает уже печка. Пойду воробьё покормлю. Игнать своим хозяйством занимается. Голуби, воробьи, кошечки. Это я тоже надо будет сейчас убрать везде. Такая уже куча снега. Но это ещё немного. В январе будет больше, даст Бог. Елочка красавица наша стоит. Зелёненькая, беленькая. Это берёзка. Ждёт свои оттепы. Когда в ней начнётся. Вон птички. Радуются тоже жизни. Сюда ищи доходят Господа. Интересно, падает так. Вон он идёт. Воробушки уже сейчас будут. Или уже сядут где-то. Сейчас только Игнатьевич вас насыпит. Налетят сразу. Любитая здесь. Вот сколько расстояния-то. Ну полметра почти. И теперь я сыплю со всех сторон. Теперь высыпаю вот это сюда. Которая не съедена там с землёй. А здесь у меня вот эта щеплышка. Она сколько? Пол-литра? Да, пол-литра. Вот насыпаю. Видите, она смусор немножко. Пшеничка. А теперь я ишь сверху. А они любят вверху и здесь. Сбоку любят. Я где какой одёжи хожу, у меня всегда с собой семечки. Вот здесь я. Семечек. Вот. Это мне Евгения долгов даёт. Я иду в городе. На остановке стою если. А там прыгает жуланчик. Большая синица. И я им кидаю. Они все вокруг. Остановились около... Там на площади. Спартака. А там голубей. Или там Димитриевская, где церковь. У него семечки. Они семечки страшно любят. Со всех сторон голуби сразу идут. Но это нам недорого. Необходимо. Красота какая, как дым идёт. Да. Это на юге там ничего этого нету. Однообразие. Ну да, когда сильных морозов только нету. Красота. Интересное рассуждение идёт, что борода как бы противопоказана в южных странах. Потому что потеет. А борода-то мы узнаём как раз от южных народов. От Израиля. Ну прям вот... Мы не охота бороду носить. Борода, говорит, сейчас пишет. Это энергия мужская. Энергия даже... Ну, по-мужски и то. А он ни на чё не похожий-то. Ну кто он? Женщина не дал борода. Под кого ты подделываешься? Не понятно под кого. С меня приезжал один нурсултан какой-то. Он... Я ехал на Фрунзе. Ну, Бишкек назывался Фрунзе раньше. Со мной два племянника. Маленькие ребятишки. Только легли спать. А здоровый такой проводник. Прям намного больше и крупнее меня. Он подошел. Гед, выходи отсюда. А куда? Найдешь место. Оказывается, кто-то зашел в его единоплеменник. Киргиз. И он ему место... Дала меня с ребятишками. Ну, общий вагон. Место-то мое не указано было. Огнал меня туда. А потом я гляжу. Она... Он меняется. Это его жена. Это, кстати, кто это? Жена такая. Я говорю, а что же он? Да он такой вот, это грубый. И вот... Я решил испытать. Приехал когда во Фрунзе. И пошел, там, называется, отдел проводников, кажется. Ну, и написал заявление. Вот так и так, я говорю. Я ехал и... Написал, кто я, фамилию уже знал. Вагон какой... Какой поезд, когда ехали. Ну, ничего. Я потом дам... Дай, думаю, напишу Щенгизу Айтматову. Ну, что такое тут прямо? Ну, разве можно так обслуживать? Ладно. Проходит там сколько? Полмесяц. Сейчас не знаю, сколько. Вдруг кто-то в дверь стучится. Кто? Я не открываю, спрашиваю. Молитвы считай. Он ничего не может считать. Что-то... Ну, я вот это... Я проводник. С вами ехал. О! Я ему дверь открыл. Она стоит. Сейчас могу... Не точно показать. Но примерно две вот такие рыбы вяленые. Что за рыбу? Посиди не знаю. Ну, он их подмышкой, как поленья, нес. Большие. Что такое? Я вот вам подарок привез. А зачем подарок? Какое дело? Ну, вы вот это написали. Да, я не прав был. Не прав я был. Аллах так не заповедует обращаться. Вы же христианин. Я еще ничего не знаю. Это не про Аллаха, не про это. Так вы написали Чингиза Айтматову. А оттуда в резерв проводников письмо пришло. Так меня выгоняют. Ну, я говорю, я подарки не могу принимать. Нет, он положил. Я назад не понесу. Ну, я говорю, я вас провожу тогда. Вышли, когда он говорит, я что хотел сказать. Давайте мы телеграмму сделаем на Чингиза Айтматову. У меня адрес есть. Он на резерв проводников, что я с вами. Так как бы... Раньше мы бы засняли. Я говорю, так это деньги стоят. Какие деньги там? А для меня копейка каждая была. Комсомольскую правду выписывал, пока 2 копейки. А 3 копейки сделали, я уже отказался. 4 остановки трамвайных пешком иду. А 5 уже тогда беру. 3 копейки билет был. Я бы сказать, как это было. Ну, направили это дело. Я к чему говорю. Вот он увидел, что, допустим, снег у нас. Он как восхищается. Как хорошо у вас. А тут... И вот о бороде придумали сейчас. Борода как раз для южных народов узнала. А для северных тем более. Никогда не простываешь, грудь закрыта. И не надо ни волосинки трогать. За бороду усыпились от погодных условий. Я как-то в Донском монастыре был там. И выходят, пели в хору старенькие такие. Но еще, ну, я не знаю, сколько лет. И бритые все. И вышли они. Я не знаю, что они вышли. Покурить, может быть. А выходят, а тут кладбище как раз. Что-то такое мне помнится где-то. Я начал им говорить. Я говорю, вы вот так делаете-то. Зачем же это? А мы работаем на радиоактивном где-то заводе. Так вот, чтобы в бороде не попадала пыль. Да пыль-то только к бороде. А у вас теперь к телу голому-то. Ну да. Ну так а зачем же бреетесь-то? Ну явно, что не женщинам понравится. Там вам уже 60 с лишним лет видно, что хорошие люди и как Осипов-то. Для чего бреется? Кому? Масонам? Галстук масонский все время. Я никогда не молчал, поэтому врагов у меня было всегда много. И они там с кладбища какие-то были. Плиты на могилах. Могила, чугунные выли, то такой-то, такой-то. Там генерал от инфантерии. Вот. И он гибер... Ну такие знатные люди. Какого года и там земля до пухом. И все. И крест. И они их сняли, и ими застелили пол. А по полу-то ходят, они... И теперь крест общат. А канон гласит, чтобы изображения креста под ногами не было. А перед этим... Это уже у нас и в Даниловом монастыре было, кажется, потом. С отцом Кириллом Сахаровым. Он собрал людей. Собрать негде. Он где-то нашел там, чуть не на чердаке. Что-то там какие-то, помню, трубы, аппаратуры. Люди поносели. Но я им говорил. Говорил и по глазам видел. Не все согласны. Ну я говорю. А чего мы сюда? Настоятель, чтобы не увидел. Так настоятель-то хороший. Он очень кроткий-кроткий. Ну как бы ему чего не было. То есть за него и за него. И я в таракана превращаюсь. Я говорю. Вот вас сколько здесь? Посчитали 12. Вот один из вас предаст меня. Я не Христос. Но предатель будет. Так и было. Кто-то уже ночью ему на рассказал. Что вот так говорил Игнатий. Плиты убрать. Убрать надо. Убрать. Я стою, молюсь. Подходит ко мне. Даже пониже меня немножко. Старичок благообразный такой. Так это выгнать и лапка. Но меня не знает. Я палец поставил. Вот так говорю. Молиться надо. Кланяюсь. Я спрашиваю. Это выгнать? Ему охота приказ привести в исполнение. Найти и расстрелять. А я молчу. Он думает как бы невинного не погубить. Я молчу. И видимо кто-то ему кивнул головой. Что правильно. Я-то не гляжу. Думаю. И вдруг он резко перемел. Он. Вы тут не командуете. Вы не хозяин. Я тут настоятель. А я потом отцу Кириллу говорю. Вы говорили кроткий, кроткий. Да не может быть. Так разговаривал с вами. Я говорю. Да. Вот так. Да как же так. Я сколько с ним служу. Да ты не трогал. Тут любого из нас коснись. Это только уже когда человек отрекся себя. Ему это все равно. Вот все равно. Я попутно все это беру. Вот на меня выставляют ролики. Сегодня посмотрел там Островский священник. Хохочет хи-хи-ха-ха. А Сергей Козлов выставил эти вырезки. Это ужасно. Как в кинофильме 12. Никита Михалкова там. Вы ха-ха-ха-ха. Землетрясение. Ха-ха-ха-ха. 5 миллионов беспризорников. Ха-ха-ха-ха. Почему вы все хохочете-то? Отобращается. Рядом сидят русские. Потому что действительности вы боитесь как огня. Причина-то вот какая. И здесь. Чтобы никто не разговаривал. Чтобы люди спокойно отстояли. Помолились. Купили свечки. Поставили. Ушли ничего не меняя. Тысячу лет стоит. На одном месте-то. А где проповедь? Где Евангелие? Причины к месту, не к месту. Во время, не во время. Ты должен сказать. Ты должен сказать. Вот я попутно, как это касается уже. Однажды мы ехали. У нас работали мостопоезде 140. И билеты давались раз в год бесплатно в любой конец страны. Но у нас знакомые были, которые выдавали. Мы говорим, выдайте нам. Не по прямой. Родители живут во Фрунзе. Но нам нужно проехать охоту еще в Баку, в Тбилиси. Это все в один конец. Дальше заворачивали, как границы, Молдавия, Санкт-Петербург. Это в один конец. Вот посмотрите, как идет через Катвийское море. Но один конец. Не напрямую. И обратно. И в одну остановку. Одну только можно делать. Но мы в остановку сделали. Ее пометили в Москве. Обратно ехали. Это нельзя было делать. Печать. Мы дальше слазим около Пензы. Кажется, хотели в Пензе. Нас ждут знакомые люди. Баптисты. Шот. Мы только слезли. Они говорят, мы сейчас печать поставим. У вас билет вообще пропадет. А едем-то далеко. Как так? Так у вас вторая остановка. Вторая. А я там поставили на билете-то. Ну мы говорим, тогда мы поехали. Так поехали, уже поезд-то ваш уходит-то. Ну мы еще кинулись. А поезд. Тормоза кто-то дал. Они остановились. И мы в 13-й вагон сели. А где-то за 6-м там вагон-ресторан. А время еще ночное. Ну 4-й час ночи был. Ну мы идем. А уборщица убирает. Ходят тут ночью. А нам нужно перейти в вагон-то второй. Мы идем-то. Ну она открыла. Нас человек 12, наверное, было тогда. Большая компания ездила. И я повернулся и говорю. Это. Сзади шел нас Саша Долгов. И обернулся и говорит. Спаси Христос. Вот почему надо ей говорить. Спаси Христос. Мы дверь закрыли. Больше ничего не знаем. Потом узнаем. В это время купе открывается. А там директор ресторана был. Около ресторана тут ей место было. А где Христос? Они говорят. Да вон Иисусики прошли. Ходят тут. Она ей говорит. Знаете, что вы их призовите утром сюда. Пойдете носить обед-то где. Призовите в наш ресторан. Пусть они придут. Меня очень заинтересовало это Христоса. А у нее комиссия какая-то готовилась быть. Вот все у Бога высчитано. И что неправильно пищать. И ехали мы. Она утром идет с этими судками-то своими. Судок называется. Это вы ночью проходили мы? Директор ресторана вас просит. Там это. Хочет что-то сказать. Я говорю. А мы никуда не ходим. Мы сидим на месте. Ну. Она просит. Ну ладно. Я говорю. Пошли. Мы все пошли. Сели. Я стал рассказывать ей о Христе. О покаянии. О вечности. И проходит часа два. Я маленько отошел. Опять садимся. Мне пришлось четыре или больше часов проповедовать. В это время один человек вышел, подошел, показал сотрудник КГБ. Прекратите заниматься агитацией. А то я вас сейчас уберу. А она увидела. Вот так вот. Подошел руки-вуки. Это ты сотрудник? Да ты вчера едва тепленький выполз у меня. Я тебе сейчас высажу. Извините. Галантно. И назад. Она говорит. Ну и чем вас уважить-то? Я говорю. Ничего. Сейчас пост идет. Как пост? Последняя неделя поста. А у нас, говорит, вчера ехали там. Или позавчера попы, говорит, ехали. Так они пили и гуляли и мясо все ели. Ну может они не попы. Нет, попы. Попы, попы. А то уже. Ну ладно. Я говорю. Ну мы не будем их. Не, я не буду есть. Ну что-то хоть. Я говорю. Картошка, нечищенный. Немножко как бы сыр. И чтобы нож так провалился. И все. Сделаем. И они тоже сварили. Я это большое блюдо, большое блюдо вот так на руку взял, как дональские дары и иду от ресторана до второго вагона. А там женщина одна сидела. Она сразу пришла. И говорит. Это вы были где-то. Ну у меня несчастье-то какое. Я говорю. А какое? Деньги или что-то украли. Ее откомандировали где-то из районного центра, чтобы она достала Евангелие, Новый Завет. А то в то время трудно было. А мы как раз достали. Я теперь возвращаюсь с пустыми руками. Я тогда посоветовался. Давай отдадим. И отдали ей бесплатно. Там конца не было благодарности. Вот почему надо благовествовать везде и всюду. Вот погода такая. И снег падает. И все это. И сразу прослагай Бога. Ну с любой позиции. Что бы у тебя не было. Воробей пролетел. И сразу скажи. Не верю. Малая пролетит. И продается за осарями. И без воли Божьей она не упадет. Они Бог заботится. Нас таких инвалидов сколько подкармливают. Правильно. Так Господь сказал. Не тем ли более о нас позаботятся. Вон жулан прилетел. Смотри. Семечки берет. Погляди как он вылетает. Чтобы видно было. И воробушки. Воробьев 50 в общей сложности прокормил. И вот эта погода. Люди некоторые на юге хотели бы видеть. У нас одна хотела мне добрая мусульманка приехать. Только зимой отец Игнатий. Только зимой. Потому что летом мы так нажарились. Нам охота зиму испытать. Зиму как есть. А нынешняя зима такая мягкая. Вон они где. Сколько садится-то их видать. А когда стенки-то. Почему я туда скинул остатки ущерашения. Каждый день кормить надо. Другой раз уже разденусь. Приду не разденусь. Разуюсь. Ох воскресенье. Скорее голубям. Чтобы приду и говорю. Голуби. Сегодня у нас воскресенье Христово. Я вам семечек не давал. Скажут. Да дурачок старый. Ну так нравится на уровне этом. Нравится. Вот они прилетели. Это мои. Мои воробьи. Они помнят как я их ловил. Когда они голубям лазили. Я прошу у них прощения. Простите меня голуби и жула. Голуби и жула. Но я вас обижал. По другому нельзя было. Ловили мы их. Они по комнате летали у нас. Там. Когда я маленький был. Вот так. Из ничтожного. Из лещ драгоценное. Я снеге немало сказано. И лед и снег проставляют Бога. Чудо какое. Падают снежинки. Зима. Откуда они? Да это влага. Она там сделалась. Откуда эта влага? Если она в снег сделалась. Снег бы пал там. Ну сколько. И умеют высчитывать. Погоду примерно говорят как. Бог это все делает. Бог. И его законы божественные открывают люди. Так. Я сейчас дальше буду заканчивать здесь. А то мне говорят. Соревка болтает. Он только болтами не сделает. А работает не работает. Пока уже так не работает. Вот. Смотри. Не работает. Еще сейчас придумали. Работает. Работать не будешь. Володя мне вис не даст. Если ты аж мыгнешься. Из-под качель надо убрать. Вчера я сказал мешочки привязать. Чтоб дети могли покачаться. Потому что там застыло. Все из них убрало. А там застыл. Вот так. Во. Вот придет ваше детелье. Она тут будет скататься. Вчера дети покачались. А там застыло на досках лед. А они прям садят. Ну и мерзут. Во. Это дети. Вот до воскресенья еще попадет снег. Ну тут можно сказать почти все. Слышите. А какого поколения мы оставим? Не лишиться бы страны. Только дай слабину. Потерять бы страну. Дяди Вой. Поют ребятишки. Какая слабина? Себе не позволять лишнего. Посмотри сегодня сколько Володя расчислил. Я-то так. На подхвате. Чуть-чуть. И на улице еще прошел. Ну когда трудно. Там братья помогают где-то. Я бы рад помочь. Да не всегда согнешься. А все это от греховной жизни. Жили бы правильно. Не было. Как бежон у меня тут ополчились в последнее время. Ролики один. Ужас какой. Я их не смотрю. Там смотреть нечего где-то. Я его разоблачил. И начинал в тему. Врезается. О целомудренной жизни. Ужас. Изменял жене. Как все. Был потеряю. Пока крестный ход сделали. Бог вымел его оттуда. И сейчас учит как правильно жить. То есть. Хоть сколько жен можно иметь. И слушают люди. Ну я то. Птица слетается к подобным себе. А что. Да ничего. Я могу только улыбнуться и помолиться за него. Господи. Прости меня. И ему в судный день не помене его. Труда. Этого безумия. А что. Он ничего не сделал. Новых людей привлекает. Всякая антиреклама. Есть реклама. Повторяю. Когда Дворкин там. Их рождественские очищения международные. Обо мне. Написал один ДС. Священник. А какая-то Анна Владимировна засчитала. У меня в 20 раз увеличился приток посетителей просмотров. В 20 раз на форуме. Я думал что такое. А потом оказалось в этот день. Говорили обо мне. И там. Ну все что плохо у меня в лагере детском. А дети смеются. Она делает доклад. И вот такое там так так. Ну что удивительно. Дети всегда смеются и веселые. Да разве можно. То есть. Она хочет сказать. Она лучше понимает отношение к ребенку чем я. Она у меня держала детей. Нет. Ты попробуй возьми. Повозди с чужими. Как Максим Степаненко говорит. Где-то на неделю или на две взял. Так там. Место не найдешь. Это дети современные. Но я 45 лет. Да еще два года прошло. Уже прямо в деревне купили домики. И ты узнаешь. Что это такое. Это. На все надо заботиться. Что будет дальше. Какой народ. Как накормить. Как сделать интересно. Как чтобы они разбились. И не держать их. Так купаться каждый день. До шести раз в день только было. Я попутно все говорю. Почему? А это опыт и Бог дает. И на меня нападает это по моим силам. По моим. Вот так не так. С женой не так. Заглядывает уже вплоть до туалета. Но до того интересно. Почему на меня дьявол. Это дьявол. Задействовал такие огромные силы. Столько нападок. С матерками. С похулениями. Около 7 тысяч теперь только заблокировать пришлось. Это вообразить нельзя. Я как-то сравнение сделал. Думаю на Путина меньше нападают. А почему? Потому что день и ночь мы обращаемся к Богу. А благовестие распространять. А это благовестие. И люди когда смотрят. Вот у нас не так. Одеты и бедные. Да у вас же жития святых. Там же так и написано. Еще что-то. Говорит такой. Да кайму опять. Там какой-нибудь заходит. Знающий священник. Как Петр Михалев. И говорит. Так у православных это прославляется. А вы хулите это. Вот сейчас там навалились. Просто. Только молиться можно. Прости, помилуй, не вмини. Вот так. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Гули, 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 гули. Ну-ка вылезать. Гули, 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 гули. Заспали соседян. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Ни одного не видать. Гули, 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 гули. У них темновато там. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули Гули, гули, гули Гули, гули, где они сидят там у меня Гули, гули, гули Гули, гули, гули Гули, гули, гули Гули, 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 гули Хоть бы один вылез, тогда бы остальные полезли Гули, 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 гули Они поздно встают. Доброе утро. Это вам с ползунова 6 звонят. А, попозже, да? Гули, гули, гули. Все, выгнать и сходить, а? Я сейчас выгоню, посмотреть, чтобы людям показать. Добрый день, доброе утро. Хотел вас спросить, вы угли можете подвезти на ползунова 6? А когда? Ну, давайте хоть сейчас. Только через сколько примерно скажите по 9? А мне надо, у вас же сколько? А то на 700 входит, да? Вот три рейса сделала. Сколько будет за три рейса? Три тысячи, да? А, три тысячи 250. Ну, надо посчитать, потому что у меня вот 17 тысяч, я не знаю, сколько там выйдет. Ладно, давайте. Ладно.